Уже более 10 лет высшее учебное заведение при поддержке Забайкальской железной дороги проводит подобное мероприятие среди разных школ города, районов и даже соседних регионов. На этот раз испытать себя пришли почти 200 школьников. Главными направлениями были физика и математика. Ребята с 7 по 11 класс на протяжении трех дней решали задачи и формулы. Я принимаю участие в Дорожной Олимпиаде уже во второй раз и я очень рада, что я нахожусь здесь, потому что я считаю, что это очень хорошая возможность проявить себя, реализовать себя и чего-то добиться. Задачи, конечно же, немного сложнее школьного уровня, но они, безусловно, интересные и над ними нужно подумать. Олимпиада, что проводится на базе нашего института, она содержит широкий спектр требований к будущим победителям. И на сегодня эта Олимпиада развилась до таких масштабов, что мы захватываем даже некоторые населенные пункты за пределами Забайкальского края. К нам приезжают ребята участвовать в Олимпиаде. На этот раз в Олимпиаду включилась и Амурская область. Из соседнего региона приехали 8 человек. Будучи еще школьниками, ребята показывают отличные способности, что очень сильно поможет им при поступлении в институт. Многие ребята, которые раскрылись через эту Олимпиаду, прошли ее горнило, как говорится, они не только закончили наш вуз, но и уже давно работают в компании, стали одним из руководителей уже компании. И мы с радостью общаемся, где бы это ни происходило. Поэтому для ребят это, прежде всего, возможность оглянуться не только в своей среде, но и понять, что немножечко творится за ее пределами, сравнить свои возможности с другими. В первую очередь, Дорожная Олимпиада направлена на поиск выявления талантливой молодежи. Это помогает заранее отметить кандидатов на целевое обучение в Забайкальском институте железнодорожного транспорта или же в Дальневосточном государственном университете путей сообщения в городе Хабаровск. Уже после завершения основной программы мероприятия встречался с ребятами, которые приехали с самых разных уголков Забайкальского края. И вот по искреннему интересу, неподдельному желанию узнать, прояснить для себя особенности работы железной дороги, особенности работы отдельных каких-то профессий, я понимаю, что ребята не ошиблись, и мы в них не ошиблись, и они обязательно станут достойными продолжателями железнодорожных традиций. Завершение Дорожной Олимпиады прошло на высшем уровне. Награждение победителей – яркое выступление творческого коллектива Забиишта. Победители получили баллы, которые смогут использовать при поступлении в Забайкальский институт железнодорожного транспорта.